Всем здоров! Финская студия Remedy в среде геймерского сообщества известна созданием необычных и оригинальных проектов, которые всегда находились на острие геймплейной, сюжетной и, что немаловажно, визуальной мысли. И именно о последнем я предлагаю сегодня поговорить, проследив за тем, как менялась и улучшалась графика игры Remedy с течением лет, чем они выделялись на фоне своих конкурентов и запомнились геймерам. Погнали! Первой видеоигрой разработанной финской компанией в 1996 году стала Death Rally, представляющая собой гоночную игру на выживание с простой, но довольно симпатичной по тем временам графикой. Отдельные элементы окружения, такие как горы, некоторые деревья и заборы, сделаны 3D геометрией с закрашенными полигонами, которые из-за отсутствия на них текстур сильно выделяются среди достаточно детально проработанных, но двухмерных задников и анимированных спрайтов машин. Однако впервые 3D геометрия с закрашенными полигонами появилась в 1983 году в игре iRobot. Потому вышедшая спустя 13 лет смертельная ралли этим удивить уже никого не могла. Но в 2001 году Remedy удается совершить гигантский скачок вперед в плане качества своих проектов, заслужив известность и признание у игроков. Видеоигра Max Payne, рассказывающая о судьбе копа, ищущего справедливости и мести среди закоулков прогнившего города, сильно впечатляла геймеров того времени, благодаря использованию новой для видеоигр визуальной стилистики нуара или черного фильма. Воплотить в жизнь этот уникальный стиль помог созданный с нуля специально для их будущей игры движок MaxFX. Изначально Max Payne, как и Des Rally, планировали сделать игрой с видом сверху, но затем от этой идеи отказались, взглянув на впечатляющий для своего времени Tomb Raider, выполненную полностью в 3D еще в 1996 году. Поддерживающий все функции самого современного на тот момент DirectX 8.1, движок MaxFX позволил создать продвинутую полигональную графику. Действие игры разворачивается как среди подземных станций метро и промышленных площадок, так и в лабиринтах огромного мрачного города, прототипом для которого послужил Нью-Йорк. Разработчики специально посетили его для поиска вдохновения и визуальных референсов. Благодаря исследованию районов Гарлема, Бронкса и Манхэттена команде удалось отснять около 5000 фотографий и 10 часов видеоматериалов. Большое количество кадров живого города, в особенности бедных и заброшенных его участков, позволило использовать их в качестве текстур для 3D-геометрии. В свое время Max Payne действительно выделялся среди остальных проектов высоко детализированными и фотореалистичными текстурами, которые также в целом придавали больший реализм окружению, из-за чего оно выглядело более грязным и мрачным как раз в духе Нуара. Также, благодаря новому алгоритму затенения и освещения треугольников, малополигональные 3D-модели окружения стали выглядеть на порядок лучше. Например, геометрия в той же Дезралли имела просто закрашенные полигоны, а в Max Payne используется интерполяция цвета между вершинами полигонов по методу Гуро, из-за чего трехмерные объекты выглядят гораздо ровнее и плавнее. Одной из характерных особенностей визуального стиля Нуар является освещение. Почти все сцены фильмов в этом жанре происходят ночью с высоким контрастом света и тени. В Max Payne это было воплощено благодаря использованию технологии Radius T-Rendered Lightmaps, при которой освещение сцены просчитывается заранее, а результат сохраняется в виде текстуры. Это позволяет получить реалистичное освещение без существенных затрат производительности, наблюдать освещенные участки там, куда попадает больше света и рассеянные тени, где света меньше. Но такой подход к созданию освещения путем его предварительного расчета обладает одним существенным недостатком. С ним свет абсолютно статичен и не меняется в зависимости от действий игрока, так как просчитан заранее, что сильно ограничивает возможность менять сцену в реальном времени. Но использование статичного, запеченного света было необходимостью, потому как применение динамических источников освещения с попиксельным расчетом света весьма ресурсозатратное занятие из-за использования прямого рендеринга. В нем каждый отдельный элемент сцены нужно рисовать последовательно друг за другом для каждого источника освещения. Это занимает очень много процессорного времени и не позволяет рисовать много геометрии и источников освещения с приемлемой частотой кадров. К тому же при таком подходе не учитывается перекрытие геометрии, из-за которой многие пиксели приходится перезаписывать по несколько раз. Это и называется прямым рендерингом, при котором сложность расчета освещения тем сложнее, чем больше геометрии и источников освещения в кадре. Потому приходилось сильно экономить путем использования заранее рассчитанного и сохраненного в текстуру света. Хотя, например, вышедший в том же году Severance Blade of Darkness, наоборот, практически не использовал заранее рассчитанный свет, а полагался исключительно на динамические источники света, реализуя тени в реальном времени, полностью отсутствующие в Max Payne. Однако динамические источники освещения в игре все же есть. Вспышки от выстрелов освещают модель главного героя. Сцена в ночном клубе демонстрирует попеременное включение и отключение источников освещения, которые к тому же еще имеют свой цвет. Некоторые телевизоры, находящиеся на локациях, могут быть включены или выключены по желанию игрока, и освещение ближайшего окружения поменяется. Некоторые уровни так и вовсе изобилуют динамическими световыми эффектами от огня. Отдельно стоит отметить эффект частиц от разрушения объектов во время перестрелок, ведь именно с этого элемента игры и началась ее разработка. Сэм Лейк является большим поклонником гонконгских боевиков, самым знаменитым визионером которых являлся режиссер Джон Ву. Экшн-сцены в его фильмах изобиловали огромным количеством эффектных частиц, повышающих уровень хаоса происходящего. Max Payne эффекты частиц реализованы в виде так называемых спрайтов. Вместо того, чтобы рисовать огонь сложными и полигональными формами, можно просто нарисовать полупрозрачную текстуру огня на плоскости, что и делается в играх до сих пор. Стреляя по плитке, ее осколки будут реалистично осыпаться. Стреляя по стопке книг, клочки бумаги будут медленно и характерно витать в воздухе. Стреляя в бетонную стену, из полевого отверстия еще некоторое время будет высыпаться крошка, а гильзы пуль отскакивают из земли. Каждому материалу в игре соответствует свой набор частиц. Великолепные закулки ночного города дополняются эффектом падающего снега, также являющимся набором быстро сменяющихся полупрозрачных изображений. Ну и конечно, эффект Bullet Time, позволяющий эффектно расстреливать противников в слоу-мо, являлся главной геймплейной особенностью игры. И что самое интересное, наличие аналогичного эффекта замедления пуль еще и популярным на то время в фильме Матрица, является совершенно случайным совпадением. Ведь при воплощении этого эффекта в Макс Пейн, разработчики вдохновлялись фильмами Джона Ву, а не творением сестер Вачовски. Кстати, на PlayStation 2 и Xbox Original выходили порты первого Макс Пейн, однако занимались портированием не Remedy, а Rockstar, причем перенося игру на другой движок. Графические версии для консоли выглядели гораздо беднее версии для персоналок, с более слабой детализацией уровней, пониженным качеством текстур, а также загрузочными экранами в тех местах, где на ПК уровень цельный. Портировали Макс Пейн даже на Game Boy Advance, но выглядит это очень больно. По итогу, Макс Пейн имел большой финансовый успех, продавший с тиражом более 2 миллионов копий, что позволило привлечь новых сотрудников и дополнительные денежные средства в разработку продолжения, которое вышло спустя всего 2 года, но очень сильно продвинулось в плане визуального качества. Макс Пейн 2, вышедший в свет в октябре 2003 года, работает на все том же движке MaxFX и использует все тот же API DirectX 8.1, но графически выглядит гораздо лучше первой части. Все дело в том, что средняя мощность персональных компьютеров за время разработки второй части значительно возросла. Потому забавно, что минимальные системные требования для второй части превосходят рекомендуемые для первой. Макс Пейн всегда разрабатывался в первую очередь именно для ПК. На консоли, конечно, выходили порты, но уже от другой компании и на другом движке с сильно упрощенной графикой. По сравнению с первой частью значительно возросла детализация окружения. Разнообразие текстур и их качество стали на порядок лучше. Плюс на некоторых объектах появилось так называемое мультитекстурирование. К примеру, плащ Макса теперь имеет дополнительный слой спеклор-текстуры, который придает материалу блеск, из-за чего кожаная куртка выглядит гораздо реалистичней. К тому же сам Макс Пейн в этот раз был смоделирован с настоящего актера, и его лицо стало анимировано. Шевелятся рот, брови и глаза, в общем появилась лицевая анимация, в отличие от навеки застывшей ухмылки Сэма Лейка из первой части. Что интересно, вместо использования катсцен на движке игры, в Remedy решили сохранить комиксную рисовку в стиле графической новеллы из первой части. Хотя изначально рисовка задумывалась от руки художника, но проблемы непостоянства стиля и большое количество ручной работы заставило разработчиков использовать обычные фотографии с обработкой в фотошопе. В работе освещения также появились улучшения. От использования традиционных лайтмэпс не отказались. Наоборот, их качество стало еще выше. Они теперь точнее и с большей аккуратностью передают затененность и освещенность объектов. Но вместе с этим в Max Payne 2 стало гораздо больше динамического света. В первой части полностью отсутствовали тени от объектов в реальном времени, в том числе и от главного героя, под которым было просто размытое темное пятно. Теперь же от Max Payne отбрасывается настоящая динамическая тень, которая меняется в размерах и форме от источников освещения. К тому же она теперь имеет фильтрацию и выглядит мягкой, без четких краев и пикселизации. Но наиболее интересным выглядит то, что тень от персонажа имитирует эффект контактной жесткости, при котором она рассеивается при удалении от отбрасываемого объекта, прямо как в реальной жизни. Таким же эффектом обладают эстетичные тени, запеченные в картах освещения. Улучшилась и проработка геометрии в игре. По сравнению с первой частью с бедноватым окружением, во второй количество объектов куда больше и разнообразней. К тому же, теперь многие из них имеют физическую модель, обеспечиваемую движком Havoc, который Remedy интегрировали в свой Max FX. Теперь объекты можно двигать, толкать, разрушать, что особенно эффектно смотрится во время взрывов и перестрелок. Первый Max Payne в этом плане был сильно ограничен. Некоторые объекты на локациях можно было уничтожать, но ни о какой физической правдоподобности поведения объектов не шло и речи. Помимо появления физики у объектов окружения, у противников Max появилась процедурная, так называемая физика тряпичной куклы, или Рэгдолл, при которой модель персонажа по сути представляет собой набор твердых тел, костей, соединенных своеобразными суставами, определяющих допустимый угол отклонения одной части тела от другой, что позволяет трупам противников умирать каждый раз по-разному, в отличие от очень ограниченного во всех смыслах набора заранее записанных анимаций смертей противников из первой части. В результате этих улучшений перестрелки и боевые сцены в Max Payne 2 стали выглядеть намного эффектнее. Отдельно стоит отметить шикарно реализованные отражения, которые появляются во время прохождения. Например, на протяжении игры нам встречаются и зеркала, лужи и глянцевые полы, в которых присутствует полное отражение всей локации. Делается это с помощью отрисовки копии сцены со всеми объектами в ней, включая также и динамические, например, главного героя, физичные объекты окружения, а также эффекты огня и дыма, которые являются буквально копиями, повторяющими все движения оригинальных предметов. Ну и конечно, Max Payne был известен в свое время использованием эффектов цветокоррекции и искажений линз, благодаря которым художники лучше передавали определенные события и настроения главного героя. Отдельно стоит упомянуть о портах Max Payne 2 на консоли. Наиболее близкая ПК-версии соответствует версия для Xbox, на котором было хоть и снижено разрешение текстуры и вырезанное отражение, а также понижено количество объектов на локациях, но во всем остальном эта версия сохраняла все ключевые улучшения второй части. Улучшенное освещение, физика, появление теней и возросшая сложность геометрии со времен первой части. А вот версия для PlayStation 2, ну в семье не без урода, из нее полностью вырезали освещение, как динамическое, так и запеченное. Текстуры стали еще более низкого качества, чем на Xbox, а 3D-геометрия города в окнах, например, была заменена двухмерными задниками, прямо как в старые добрые. Несмотря на все это, в этом порте хотя бы оставили физику объектов и рэгдолл противников. На 2003 год Max Payne 2 был, пожалуй, самым графически совершенным проектом, обходя в этом плане даже сиквелы своих предыдущих конкурентов, таких как Silent Hill 3, например. Продвинутый физический движок, рэгдолл физика противников, лицевая анимация и постобработка делали свое дело на отлично. Но, несмотря на все это, второй Max Payne не имел того финансового успеха, на который рассчитывали в Remedy, из-за чего в дальнейшем эту торговую марку и всю интеллектуальную собственность по франшизе пришлось продать Rockstar, которая как раз-таки и делала порты пейнов на консоли. В 2005 году на выставке E3 Remedy анонсировали свой совершенно новый проект под названием Alan Wake, который изначально задумывался как игра в открытом мире. Для этого разработчики посетили и живописные пейзажи Орегона в США, откуда привезли более 40 тысяч снимков местности для создания мира игры. Однако в процессе разработки, который затянулся аж до 2010 года, в Remedy отказались от открытого мира в пользу более линейной структуры в духе двух своих предыдущих проектов. Но вся карта игры площадью примерно 10 квадратных километров осталась на месте, просто теперь по ней ведут за ручку. Одной из основных тем, лежащих в фундаменте Alan Wake'а, это игра на наших, как называет их ведущий дизайнер игры, первобытных или врожденных страхах. Темнота, одиночество и боязнь неизвестности отлично передается через очень темный визуальный дизайн игры, в котором наш главный герой, писатель Alan Wake, стал протагонистом написанных им же сюжетов, где на каждом углу его поджидает опасность в виде вездесущей и всепроникающей тьмы, выступающей в игре главным антагонистом. Нашим основным оружием перед ней, конечно же, является свет и все, что его создает. Таким образом, Alan Wake является одним из тех редких проектов, где уникальный геймплей и продуманный визуальный стиль работают в синтезе и неотделимы друг от друга. Однако в этом и заключается главный нюанс. Воссоздание красивого и реалистичного освещения, это, пожалуй, одна из самых комплексных и тяжелых задач как для художников, так и для железа. К тому же целевой платформой при разработке были уже не персональные компьютеры, где графику можно настроить под себя в зависимости от возможности системы, а игровая консоль Xbox 360, которая хоть и была намного производительнее компуктеров времен Макса Пэйна, к 2009 и 2010 году во многих моментах уже ограничивала аппетиты разработчиков, что в некоторых аспектах отразилось даже на ПК-версии игры. Но прогресс со времен 2003 года ушел далеко вперед и позволил намного эффективнее использовать доступные мощности железа, в связи с чем для Alan Wake был применен совершенно новый подход к рендерингу графики, который получил название Deferred Shading или отложенный рендеринг. В Max Payne традиционный прямой рендеринг требует последовательного перебора всех источников освещения для каждого нового объекта в сцене, что приводит к очень частой и ненужной перерисовке пикселей и в целом нерациональному использованию мощностей видеокарты. Конечно, хоть этот метод и претерпевал ряд оптимизаций, тем не менее прямой рендеринг серьезно ограничивала гибкость освещения в игре. Отложенный рендеринг радикально решает эту проблему, таким образом, что сначала рендерится вся геометрия с данными о позиции, ее нормалях, цвете и глубине, сохраняясь специальный набор текстур, называемый геометрическим буфером. В нем уже учтено, какие объекты перекрыты, какие нет и для каких пикселей что нужно сделать. И уже на основании информации из геометрического буфера, вторым этапом производится расчет освещения по одному разу на пиксель, что сильно экономит ресурсы аппаратной части. В Alan Wake, правда, используется модификация отложенного рендеринга, при котором геометрия считается в два прохода для экономии памяти. Такая серьезная оптимизация ресурсов позволила меньше полагаться на неудобную во многих смыслах статическую модель освещения в виде сохранения света в текстуру, а сделать его более гибким, изменчивым и эффектным, чего подразумевала концепция Alan Wake. Динамические источники освещения встречаются в игре повсеместно, например, в виде солнца в дневных сценах, уличных фонарей, где Wake восстанавливает свое здоровье, а также потрясающих атмосферных моментов на двигающейся буре, когда за окном бьет молния, заливая локации ярким светом. Значительным улучшением со времен Max Payne 2 является активное использование динамических теней, которые есть теперь не только у главного героя, но и у окружения, в результате чего локации теперь смотрятся не такими плоскими, а объекты становятся лучше вписанными в кадр. К тому же тени теперь это еще и ключевой визуальный аспект игры. Например, свет от фонарика нашего писателя отбрасывает красивые динамические тени от всех объектов, что сильно повышает атмосферность картинки. Это достигается благодаря рендерингу сцены с точки зрения источника освещения, для которого невидимые области являются тенями. При этом они проходят этап фильтрации, называемый percentage closer filtering, суть которого в усреднении цвета пикселей тени в определенном радиусе. Этот процесс называется сэмплированием и существует много вариантов его реализации. Например, в Alan Wake применяется что-то похожее на дрожащий паттерн, который приводит к возникновению высокочастотного шума. Тем не менее, если не разглядывать эти тени в упор, шум не так уж и заметен, а вот переходы от света к тени становятся гораздо плавнее, в чем и заключается фишка PCF. В моментах, когда Alan окружен противниками, приходится использовать файеры, которые создают очень эффектные динамические тени. И здесь мы можем видеть, что на самом деле они крайне низкого разрешения, и применение фильтрации теней сильно улучшает их внешний вид. Непрямое освещение объектов теперь тоже динамическое и реализуется за счет алгоритма SSAO, который очень приблизительно имитирует затенение объектов, вызванное недостатком света. Как, например, в углах стен, на стыках объектов, под днищем автомобиля и так далее. Эта графическая технология очень сильно повышает, скажем так, целостность изображения и придает необходимую сцене глубину. Подробнее о том, как оно работает, можете узнать из видео во всплывашке. Ну и, пожалуй, отличительная особенность графики Alan Wake – это наличие очень красивых лучей или столбов света от ярких источников освещения, которые, как я уже говорил, тесно вплетены в геймплей, а не просто являются эффектом ради эффекта. Главным антагонистом всей игры выступает тьма, а единственным спасением от нее является свет, который помогает как ослаблять врагов прицельным свечением фонарика, так и восстанавливать физическое и ментальное состояние героя под светом ярких уличных ламп. Эффект таких лучей достигается двумя разными методами, работающими в тандеме. Эффект лучей в пространстве экрана воспроизводится за счет рендеринга специальной текстуры в виде слоя маски, которой придается максимальное значение глубины в кадре. Затем эта текстура многократно масштабируется, размывается и накладывается поверх цветового буфера сцены, что мы в конечном итоге видим как лучи, просачивающиеся сквозь объекты. Но все это работает только пока эта текстура маска находится в поле видимости. По мере ее исчезновения пропадают также и лучи, что конечно сильно ограничивает этот художественный эффект. Но справиться с этой задачей помогает более сложный алгоритм, при котором по направлению взгляда самого источника освещения формируется прямоугольная или коническая область, имитирующая воздушную среду. Ведь эффект таких световых лучей в реальной жизни возникает из-за подсвечивания частичек летающего воздуха. Преграждение света объектами вычисляется путем техники, называемой ray-марчинг, при которой с помощью вылетающих из источника освещения лучей проверяется пересечение с объектами, а значит и преграждение этими объектами света, что позволяет создавать настоящую объемную тень за счет как бы имитации воздушной среды. Для этого также обильно используются эффекты дыма и тумана, представляющие собой текстуры с эффектом полупрозрачности, что очень сильно нагружает видеокарту. Усугубляет ситуацию с тяжелыми альфа-эффектами наличие высокодетализированной и качественно анимированной растительности в лесу. Для генерации лесных массивов применялась всем известная ПО Speed Tree, причем вся трава, кусты и деревья соответствуют по месту и характеру произрастания своим реальным прототипам из Орегона, природой которого вдохновлялись художники игры. В довесок ко всему, полупрозрачные текстуры растительности сглаживаются методом MSA и разновидности Alpha 2 Coverage, являющейся более тяжелой для железа, нежели обычный мультисемплинг. Такое обилие эффектов полупрозрачности и их сглаживания, это на мой взгляд главная причина очень низкого разрешения рендера Alan Awake'а на Xbox 360. Всего 960 на 540 пикселей. Даже на моей RX 580 в тяжелых сценах иногда проседал фреймрейт. Проработка главного героя также улучшилась. Анимация теперь создается с помощью технологии захвата движений реального актера, за счет чего она выглядит более естественной и выразительной. В то время как в Max Payne анимации лица вообще не было, во второй части анимация хоть и была, но делалась вручную. За счет увеличения полигонажа моделей стала выше их детализация, а благодаря улучшенной модели освещения, теперь у Alan Awake'а появилось самозатенение. Это когда модель персонажа отбрасывает тень на саму себя. Очень важным графическим улучшением в Alan Awake также стали текстуры, которые теперь обзавелись имитацией рельефа благодаря применению карт нормалей, в результате чего они теперь выглядят гораздо реалистичнее и правильно реагируют на свет. Это в том числе касается и проработки кожи Alan Awake'а. Посмотрите, насколько она детальнее, чем у Max Payne'а, благодаря имитации пор текстуры кожи. Важным элементом игры является также и постобработка, как и в предыдущих играх Remedy. И в Alan Awake мы можем наблюдать новые эффекты. Например, эффект дисторсии, имитирующий искажения воздуха, тьмы и света. А также блум эффект, подсвечивающий яркие источники освещения, таких как частицы, например, сопровождающие уничтожение тьмы и одержимых ею врагов. Как мы можем убедиться, Remedy совершили большой скачок в графическом аспекте своего нового проекта, предлагая оригинальный визуальный стиль, дополняемый современными технологиями графики в реальном времени на то время. Все это также работало в синтезе с уникальным геймплеем и лихо закрученным сюжетом, что и обеспечило Alan Awake заслуженную славу среди геймерского сообщества. В 2013 году на конференции Microsoft, приуроченной к анонсу консолей нового поколения, Xbox One, был показан трейлер совершенно нового загадочного проекта Remedy под названием Quantum Break, сценарий для которого пишет Сэм Лейк, а к работе над графикой привлекается Грег Лоуден, получивший премию Оскар за лучшие визуальные эффекты в фильме Гравитация. Quantum Break повествует об угрозе наступления опасного и необратимого катаклизма, возникшего в результате неудачного испытания машины времени, из-за которого само время может навсегда остановиться. Согласитесь, идея для Апокалипсиса весьма оригинальна. Для такого амбициозного проекта был создан совершенно новый игровой движок North Light, сочетающий в себе все необходимое для максимально эффективного использования мощностей новой консоли и создания фотореалистичной картинки, идея создания которой стояла в приоритете. Как и в случае с Макс Пейн и Алан Уэйк, кинематограф также служил источником вдохновения при создании Quantum Break. Но в его основу легли уже не гонконгские боевики или мистические сериалы, а дорогие и очень успешные научно-фантастические проекты, такие как Начало и Интерстеллар, а также множество других. Потому возникла необходимость создать нечто столь же впечатляющее и одновременно правдоподобное. И реалистичное отображение мира в игре достигается благодаря созданию собственной системы глобального освещения в виде предварительных расчетов с использованием технологии Light Maps, о которой мы говорили ранее, в сочетании с методом Irradiance Volumes, в котором используются так называемые световые зонды освещения, расположенные в пространстве благодаря представлению игровых уровней в виде иерархии вокселей, где точность расчета постепенно снижается с увеличением расстояния от игрока. Сами световые зонды представляют собой своего рода датчики, хранящие информацию об интенсивности и направленности света, которая используется при расчете эффектов непрямого освещения, как статичной геометрии, так и динамической, например, модели главного героя. Прямое освещение представлено по большей части динамическими источниками освещения, отбрасывающими реалистичные мягкие тени с эффектом пенумбры. Фильтрация теней со времен Алана Вейка стала намного качественней, и шума по краям уже не наблюдается. Для затенения мелких объектов, для которых разрешения карт освещения уже недостаточно, применяется модификация алгоритма SSO из Алана Вейк под названием LSAO, учитывающая расстояние между объектами для создания реалистичного затенения. Если в Алана Вейк мы могли замечать нереалистичные темные ореолы вокруг объектов в филеуглах стен, то LSAO в этом плане работает намного корректней и позволяет даже создавать очень размытые непрямые тени. Вся эта система освещения, созданная Remedy и позволяющая достигать реалистичного отображения на разных масштабах, была названа Multiscale Global Illumination. Все это по качеству наголову превосходит Алана Вейк и Макс Пейн. Как и при разработке своих предыдущих проектов, художники Remedy осуществляли вылазки для съемки фотоматериалов, референсов, которые будут лежать в основе при моделировании локаций. Такими были, например, лаборатории и промплощадки CERN и NASA, вдохновившие художников на создание дизайна лабораторий и цехов главной злодейской корпорации игры – Monarch Solutions. Больший реализм внешнему виду локаций придал и новый подход к рендерингу материала под названием «физически корректный рендеринг», при котором текстуры реалистично взаимодействуют со светом. От разных материалов свет отражается по-разному, и благодаря наличию нескольких типов текстур, каждый из которых отвечает за определенное свойство материала, окружение в игре выглядит гораздо реалистичнее, чем в предыдущих играх Remedy. Например, шероховатые материалы камня, песка и бетона в значительной степени рассеивают свет, в отличие от резко отличающихся от них металлов, имеющих яркие блики и четкие отражения, создающиеся с помощью комбинации кубических карт и отражениями в пространстве экрана, или SSR. Screen Space Reflections используют текущий кадровый буфер со скорректированной перспективой для имитации отражения объектов. Однако при их исчезновении из поля зрения камеры, отражения объектов тоже будут пропадать. Это сильное ограничение по сравнению с отзеркаливанием геометрии в Alan Wake, зато сам метод более гибкий и быстрый. Объемное освещение также было переработано. Те самые световые лучи из Alan Wake хоть и были очень красивыми, но не были физически корректными. То, что мы видим как лучи, есть разность между освещенными и затененными частицами воздушной среды. А без наличия самой среды, такие лучи как Alan Wake выглядят слишком искусственно. В Quantum Break же имитируется сама воздушная среда. С помощью буквально нарезанной слоями трехмерной текстуры смешивание этих слоев между собой позволяет создавать иллюзию объема и рассчитывать распространение света как в настоящей воздушной среде. Таким образом, в Quantum Break создается эффект атмосферы, освещаемый солнцем, при переграждении которого объектами наблюдается красивый эффект лучей в сочетании с объемной тенью. В Quantum Break также был совершен скачок в визуальном представлении игровых персонажей. Явный прогресс в качестве лицевой анимации обеспечивается технологией захвата движения под названием DI4D, позволяющей высокоточно передавать мимику настоящих актеров их цифровым копиям. Для ее реализации была создана собственная система 3D-сканирования лиц актеров, оснащенная 26-ю цифровыми зеркальными фотоаппаратами, светом и поляризационными фильтрами. В результате чего персонажи выглядят действительно впечатляюще и с живым взглядом. Для более реалистичного отображения кожи применяется технология подповерхностного рассеивания, имитирующая прохождение и рассеивание света в коже, придавая ей более естественный оттенок. Интересно, что во время катсцен разработчики принципиально располагали и двигали камеру только так, как бы это делал оператор в реальном кино, несмотря на то, что виртуальную камеру можно расположить как угодно. Это сделано ради большей кинематографичности. Кстати, о кинематографичности. Во время разработки Quantum Break художники задумались сделать состояние остановки времени особенным. Вместо скучного застывания мира ему решили придать свойства нестабильности и опасности, при этом сохранив правдоподобность происходящего. Например, из-за состояния суперпозиции объекты то и дело буквально глючат и дезинтегрируются, распыляясь на множество мелких частичек. Свет меняет свои свойства, превращаясь в длинные линии, как при сильной выдержке, а сам он искажается в виде аберрации. Меняется также и цветокоррекция кадра, имитируя так называемую инфракрасную фотографию. А эффектам искажения пространства придали эффект ряби на воде, управляемых специальными текстурами, меняющими положение вершин объектов. Благодаря интеграции движка Havoc в игре также симулируется поведение физики объектов. Например, взрывы и выстрелы заставляют двигаться мелкие объекты окружения, где они могут падать и сталкиваться друг с другом. А например, во время остановки времени предметы парят в воздухе и если их задеть, они будут двигаться как будто в невесомости. Изначально в Quantum Break также использовалась система DMM и Thinking Particles для процедурного разрушаемого окружения в реальном времени. В частности, демо 2013 года как раз демонстрирует данные технологии. Однако в совокупности с другими частями игры, эта система была слишком тяжелой в плане производительности. Потому все разрушения в Quantum Break представляют собой заранее записанную и воспроизводимую анимацию, которую можно как проигрывать в реальном времени, так и отматывать назад, что активно используется во время зависания времени. Когда взорванные бочки и машины вновь собираются в исходный объект, что выглядит чертовски круто. В общем, о романтике на веки застывшего мира, в котором время остановилось, можно сразу забыть. Иначе есть высокая вероятность быть раздавленным, внезапно глюканувшим автомобилем или поездом. Уже по традиции, на выставке E3, проходившей 11 июня 2018 года, Remedy анонсировали свой новый проект. Control, слухи о котором гуляли по интернету еще задолго до его показа. События игры разворачиваются в секретном бюро, где хранят и изучают паранормальные предметы, которые могут изменять реальность в самых неожиданных проявлениях. Как многие заметили, дух игры явно навеян вселенной SCP и кинематографом, в частности сериалом «Секретные материалы» и множество других. Но с технической и графической точки зрения, Control стал не просто развитием идей предыдущих игр Remedy, а настоящим прорывом. Дело в том, что все предыдущие игры Remedy полагались исключительно на метод растеризации для создания красивой картинки. Изначально рендеринг методом растеризации был придуман именно как быстрый способ вывода изображений в реальном времени, не имевший ничего общего с глобальным освещением, затенением и прочими свойствами фотореалистичной графики. И с точки зрения методов растеризации, Control не сильно шагнула вперед по сравнению с Quantum Break. Освещение в целом стало более динамическим из-за большего количества источников освещения, причем большее их количество отбрасывает тени, что особенно ярко демонстрируется в DLC про Алан Уэйка. Но само качество теней, к слову, практически никак не улучшилось, и местами выглядит даже хуже из-за отсутствия красивого эффекта полутени. Видимо, здесь сказывается другой метод их фильтрации, к тому же у них теперь появился шум по краям почти как в Алан Уэйк, как символично, правда? Однако рост числа динамических источников освещения и теней, я думаю, связан с другой концепцией уровней. Почти все локации в Control это интерьеры с искусственным светом, вместо смешения открытых и закрытых локаций, как в Quantum Break, где естественный солнечный свет сочетается с искусственным, что я думаю сложнее качественно реализовать. Например, отражения на различных поверхностях в Control создаются тем же методом, что и в Quantum Break, а именно SSR, при котором используется текущий кадровый буфер со скорректированной перспективой. Однако при исчезновении объектов из поля зрения камеры пропадают и их отражения, что является существенным ограничением отражений в пространстве экрана. Для решения этой проблемы в Control используется техника Voxel Cone Sign Distance Field Reflections, представляющая собой крайне упрощенную копию окружающей геометрии, которая и используется вместо отражений на очень шероховатых поверхностях. Но хоть она и неплохо дополняет SSR-отражение, она все еще недостаточно точная, не отражает динамические объекты и часто приводит к возникновению белого шума из-за недостатка сэмплов. Однако все эти компромиссы решаются благодаря включению эффектов трассировки лучей, концепция работы которой максимально приближена к поведению света в реальной природе. Источники света испускают световые лучи, которые могут отражаться, преломляться и терять энергию, порождая все то разнообразие световых эффектов в природе, которое мы наблюдаем. Отражения с ними выглядят корректно и позволяют видеть всю сцену не просто в стеклах или мокром полу, а даже в линзах видеокамер, которые без фоторежима не разглядеть вообще. И это не разработчики так заморочились, это прямое следствие работы Ray Tracing, работающая в Control глобально для всех отражающих поверхностей. Тени с Ray Tracing теперь сопровождают даже малейшие выступы болтов, гаек или даже металлической цепочки с экстремальным приближением и без каких-либо артефактов низкого разрешения, которые не свойственны арти-теням при достаточном количестве лучей на пикселях. Непрямое освещение с помощью трассировки лучей позволяет точнее имитировать эффекты рефлекса, при котором свет, отраженный от яркой или цветной поверхности, реалистично подсвечивает и окрашивает предметы вокруг, как, например, световые лучи, сталкивающиеся с зелеными листьями. Поглощая их цвет, они переносят его на окружающие объекты. Всё это наголову превосходит визуально то, что достигалось обычной растеризацией, и за этим определённое будущее фотореалистичной графики, что Control, на мой взгляд, прекрасно демонстрирует. В дополнение ко всему, в Control, как и в Quantum Break, применяется совершенно новый вид сглаживания. Алгоритм MSAA, рассчитывающий края геометрии с повышенной точностью, был весьма эффективен в Alan Wake и Max Payne, где та самая геометрия и шейдеры были не слишком сложны, но использование отложенного рендеринга в сочетании со значительно возросшим количеством шейдерных операций и разнообразием эффектов в Quantum Break и Control приводит к нестабильности изображения. Для борьбы с этим был придуман совершенно новый вид сглаживания под названием TAA, который смешивает несколько предыдущих кадров с текущим, но с небольшим смещением для создания субпиксельного оффсета и сглаживания лесенок. Этот алгоритм работает намного быстрее MSAA и позволяет, в отличие от него, устранить любой вид алиазинга, а не только геометрический. Подробнее о том, как это работает, можете узнать по ссылке в правом верхнем углу. Одной из ключевых особенностей Control также является высокий уровень физической интерактивности окружения, с которым можно взаимодействовать с помощью суперспособностей. Главным человеком, ответственным за систему разрушений в Control, является Йоханнес Рихтер, много лет проработавший супервайзером визуальных эффектов в таких фильмах, как Мстители, Геошторм, Стражи Галактики и множество других. Геометрия в игре представлена в виде иерархии, согласно которой у нас есть некий цельный объект, который может быть разбит на куски. Эти куски затем сопровождаются осколками и в конечном итоге превращаются в пыль. Эти четыре компонента позволяют придать разрушениям необходимую реалистичность и взаимосвязанность, при котором каждое следующее состояние объекта вытекает из предыдущего. При этом не все объекты имеют эти состояния. Разрушение металла не сопровождается пылью, а от бумаги, например, не может быть осколков. Так как аппаратное ускорение движка Физекс поддерживает не все платформы, то его вычисление было решено перенести на центральный процессор, а для оптимальной производительности было совершено несколько оптимизаций. Например, столкновение объектов просчитывается с задержкой в 10 кадров, количество объектов для вычислений ограничено двумя сотнями и так далее. Также была улучшена анимация благодаря применению технологии Motion Matching, которая анализирует движения моделей и подбирает наиболее оптимальную траекторию движения из обширной базы заготовленных ассетов на основе текущей позы объекта и предсказанного движения. За выдающуюся графику и визуальный стиль Control получил множество наград, причем весьма заслуженно и даже до сих пор, спустя два года, является одной из самых красивых игр. Как мы с вами убедились, Remedy всегда ответственно подходили к созданию визуального оформления своих проектов, которое тесно вплетено в концепцию игр, над которыми они работают. В каждой из них своя изюминка, от мистических триллеров до научно-фантастических экшенов с неповторимым и оригинальным стилем. На данный момент Remedy разрабатывает одиночную кампанию для многопользовательского шутера Crossfire X, которая создается на движке North Light и выйдет в феврале следующего года. Ну и конечно в 2023 году ждем Alan Wake 2, который будет основан на жанре survival horror. Если такой формат видео вам понравился, то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик и можете поддержать меня материально на The National Alerts, все ссылки в описании. Пока!